Не придется ли шагать и на празднование по лужам? Этот вопрос в этом году актуален как никогда. Синоптики, между тем, обещают, что оттепель вернется в наш регион именно в новогодии. Завтра в промежуточном гребне антициклона ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью подморозят до минус пяти, минус десяти, местами по области до минус тринадцати. Днем ожидается от одного до шести градусов мороза. Ну а конец уходящего года ознаменуется аномально теплой погодой. 31 декабря ожидается облачная погода, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки. Ветер временами порывистый, температура воздуха ночью минус два, минус семь градусов, днем уже минус четыре, плюс один. В новогоднюю ночь, первого января, сохранится преобладание облачной погоды. Не обойдется без слабых осадков, столбики термометров будут колебаться от нуля до минус пяти градусов. В дневные часы, первого января, минус три, плюс два, что на шесть, восемь градусов выше климатической нормы. В понедельник, второго января, температура воздуха в течение суток будет около нуля. Временами пройдут осадки. А с третьего дня нового года в наш регион начнет прорываться холодный арктический воздух. Поэтому ожидается значительное похолодание. Ночью температура воздуха опустится до минус тринадцати, минус восемнадцати градусов. В отдельные ночи будет еще холоднее, до минус двадцати пяти. Днем ожидается от десяти до пятнадцати градусов мороза. А вот снега будет немного, и идти он будет лишь временами. Кстати, очень теплая погода на Новый год в нашем регионе случается нечасто. За последние шестьдесят пять лет было всего пять случаев, когда и новогодние ночи, и первый день Нового года были с оттепелью. Последний раз это случилось с первого января 1995 года, когда в городе в Новый год практически лил дождь.